Диалог ради мира. Скоро в школу и откровенно о самом главном. Большой разговор с президентом продолжался в 8 часов 15 минут. Почему интеграция это хорошо, а Беларусь в составе России нет? Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Тарифы на роуминг, зачисление студентов и поддержка государства. Материальную помощь при подготовке к новому учебному году получат почти 100 тысяч семей. О какой сумме идет речь? Без регламента и закрытых тем. Александр Лукашенко подвел итоги после выборного года. Какие фейки развенчал и почему санкции не так страшны, как их рисуют? Любая интеграция без потери государственности и суверенитета. Учебный год стремительно приближается. Проверка показала, все школы города готовы принимать учеников. С нетерпением ждем и наших детей, и законных представителей 1 сентября на торжественную линейку. Где появился новый спортивный комплекс и откроют ли учреждения образования в 7 микрорайоне? Прямиком с грядки к вам на стол. В Кировском районе собирают урожай арбузов. Средний вес рассветовского арбуза 7-8 килограмм. Самого крупного 12. Где можно купить, сколько стоит и какая она на вкус белорусская ягода? Талибы рвутся к власти. Аномально жарко. И ЧП в Воронеже. Там взорвался автобус. Сколько жертв и какая основная версия происшествия? Подробно, откровенно, на любые темы. Александр Лукашенко подвел итоги после выборного года. Большой разговор с президентом длился больше 8 часов. Для такого формата это абсолютный рекорд. Белорусские и зарубежные СМИ, блогеры и эксперты встреча собрала порядка 300 участников. Вопросы звучали самые разные, от фейков до новой Конституции. Самые главные заявления главы государства в нашем следующем материале. 9 августа. Минск. Дворец независимости. Ровно год назад история поделилась на до и после. Выборы президента стали разделительной чертой. На дворе 2021 пришло время подвести итоги. В большом разговоре. На встрече 300 человек. Эксперты, блогеры, журналисты, силовики, члены правительства, всех желающих зал вместить не смог. Большой разговор в прямом эфире, на русском и английском. Каждый может следить за ходом встречи. Одной из первых тем становится интеграция. Александр Лукашенко заверяет, Беларусь никогда не была против теснейшего союза с Россией, но нас всегда держали на расстоянии. Говоря о вхождении в состав восточного соседа, президент отвечает. Таким образом вопрос никогда не ставился. Любая интеграция без потери государственности и суверенитета. Я знаю, на что вы намекаете. Я осведомленный человек. У нас, помните, была 30 или 31 эта карта. Дорожная карта. Мы с Путиным сразу же выбросили 31, которая имела политический подтекст, читая почти то, что я вам рассказал. Это было предложение Владимира Владимировича на одном из переговоров. Очень мудро умно сказал. Я говорю, слушайте, мы все время на нее наталкивались, в чувстве. Если мы не можем решить из 31 этой карты одну 31, давайте ее отложим. Давайте ее вообще выбросим. Там, помните, наднациональные органы и прочее. Я его поддержал в каком плане, Владимир Владимирович? Мы ничего не потеряем. Потому что у нас есть не наднациональные органы, а совместные ведомственные органы, Допустим, совместная коллегия Министерства промышленности России и Беларуси, совместная коллегия Минобороны Беларуси и России. И они работают. И я задаю при всех там вопрос на переговорах. А какой вопрос мы не решили? Вот совместная коллегия Министерства иностранных дел Беларуси и России. Вот министр недавно они с Лавровым проводили ее. На союзном высшем госсовете собираемся, я как председатель спрашиваю, какие есть вопросы в этом плане. Никаких вопросов. Даже МИДы и Минобороны мы всегда в пример ставим. Ну работает же это. Зачем сегодня создавать, впереди телегу у лошади ставить, создавать, допустим, Союзное Министерство обороны? Не только мы, Россия к этому не готова. И это почему телега впереди лошади? Потому что начинать надо с единого закона, конституции. И там все должно быть прописано. Тема санкций. Евросоюз давно использует экономические рычаги давления на Беларусь. Это не есть хорошо, но мы привыкли. Президент и вовсе видит в такой ситуации немало плюсов. Самый главный шанс выйти на новые рынки. Хотя даже при таком раскладе отношения Запада можно реанимировать. Было бы желание. На встрече немало представителей зарубежных СМИ. Уважаемый президент, мы сказали, что литовские-белорусские отношения сейчас никакие. Есть ли какая-то возможность, чтобы они нормализовались? И есть такая возможность, что надо делать со сторонами, чтобы все-таки вернуть то сообщение, то общение, то дружбу, что было до прошлого года? Слушайте, вот прямо отвечать, конечно, есть. И крайний вариант, ну, исключительный вариант, ну, не я и не поседа, не уседа, ваш этот, не я, не он, так кто-то без нас сделает. Ну, просто время много потеряет. Конечно, мы соседи, определенное все это Богом. И мы всегда жили, и мы будем жить, как соседи, мирно и дружно. Но когда? Зависит сегодня от нас. Недавно такой вот луч промелькнул, грязный, но луч, что вот пусть Лукашенко сделает то-то, то-то, тогда мы будем о чем-то говорить. Слушайте, вы мне условий не ставьте. Вы же знаете, что я не один и не пять лет у власти. Мне уже ставили много условий. Разные люди ставили. Не надо ставить, а вообще-то можете поставить, если имеете на это право. А вы не имеете права на это. Я не прятал у себя в Беларуси ни боевиков, ни оппозиционеров. Они же тоже у вас есть в Литве. Я же никогда этого не делал. Я не делал ни дружественных шагов в отношении Литвы. Ваш президент позвонил мне в прошлом году, по-моему. Когда-то он мне по телефону позвонил, в 20-м в начале или... А, пандемия уже была, мы как раз обсуждали этот вопрос. Слушай, лучший друг. Лучший друг. И что потом произошло? Что с вами случилось? Поэтому, если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог. Но без всяких предварительных условий. Объясняет Александр Лукашенко, почему в августе он взял в руки автомат и вышел к силовикам. Ответ исчерпывающий. Они меня не предали, и я их не предам. Другие западные журналисты, как под копирку, спрашивают об одном и том же. Господин президент, как бы вы ответили вашим критикам, которые заявляют о том, что вы принимаете участие в репрессиях против гражданского общества, против свободы прессы, в том числе с учетом той посадки самолета, которая имела место быть с господином Протасевичем. И пользуясь случаем, также хотел бы пригласить вас дать эксклюзивное интервью телеканалу CNN, поскольку ранее до этого вы также говорили о том, что западная пресса не объективно освещает события в Беларуси, а эксклюзивное интервью, вы бы мы смогли поговорить со всеми напрямую. Ну, чтобы не забыть кучу вопросов по поводу интервью. Я не исключаю этого. При одном условии. Если вы дадите все, что я скажу, не купируя, не вырезая, не добавляя. Вот скажете, что вот Лукашенко трудно было к этому диктатору попасть, но я изловчилась, взяла у него интервью, и вот слушайте. Вы задаете вопрос, я отвечаю. Наталья Николаевна, вы поняли условия. Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем. Что касается репрессий против гражданского населения. Ну, ей, может, надо перевести, что я сказал, нет? Она понимает. Понимает, да? Ну, слава Богу. Значит, что касается репрессий. Мне с американцами вообще, ну, вот совсем просто говорить. Скажите, пожалуйста, вопрос риторический. Я отвечаю на ваш вопрос. Вы зачем застрелили девушку в Конгрессе? Зачем? Которая в войнах, была участница войн в защиту Соединенных Штатов Америки и их интересов. Вы зачем ее застрелили? Это же женщина. После этого вопрос о репрессиях в отношении гражданского и прочего населения с моей стороны просто меркнет. Понимаете? Вы привыкли к тому, что вы гегемоны в мире. Вам все позволено. Сколько человек вы посадили, на сегодняшний день у вас сидит, после событий у Конгресса, когда вы законно избранного президента растоптали, убрали его из средств массовой информации, и СНН тоже, по-моему, с Ютуба и прочего вычеркнули напрочь, как вы себя вели в эту предвыборную кампанию, я имею в виду Трампа, и поставили своего президента. И что было законно? Вы голосовали по почте. И это вы показывали. Вы бюллетени в мусорку бросали, там, где было голосование за Трампа. И много-многое другое мы это тоже видели. И я подумал, если бы мы не выбрасывали в урну мусорку этих самых бюллетеней, а по почте только проголосовали, вы бы на кусочки нас порезали. Вам можно. Вы творите беспредел во всех местах мира, и мне говорите о каких-то репрессиях. С моей стороны не было никаких репрессий. Никаких. Я принял правила игры тех бандитов, которые под вашим руководством, американских спецслужб, территории Польши и прочее, двинулись к нам в суверенное независимое государство. Я президент, я по конституции, по законам обязан был защитить это государство. Что я и сделал. От зарубежной повестки к внутренней. Конституционная реформа сейчас главная тема. Новый проект основного закона страны будет, если так решит народ. Кто после Лукашенко? Тоже спрашивают. Президент лаконично отвечает. Пост главы государства займет тот, кого изберут белорусы. Встреча длилась 8 часов 15 минут. Абсолютный рекорд. Вопросов ведь за прошедший год накопилось много. И это был действительно разговор. Без закрытых тем. Регламента. Честно и откровенно. По-белорусски. Диалог ради мира. Бобруйск с официальным визитом посетил уполномоченный по делам религии и национальности. Александр Румах встретился с представителями городской конфессии. С чем связан визит и какие темы обсуждали, все подробности у Карины Гуревич. Сохранить традиционную семью и воспитать подрастающее поколение. Об этом и многом другом шла речь в кинотеатре «Товарищ». Спикер – уполномоченный по делам религии и национальностей. На противоположном фланге – священнослужители нескольких конфессий. Встреча проходит в формате открытого диалога. Александр Румак отвечает на все вопросы развернуто и честно. Особый акцент он делает на равноправие по отношению ко всем верующим. Межконфессиональный этнический мир – бренд Беларуси. Но визит не ограничивается рабочим совещанием. Город Бобруйск – исторический, многоконфессиональный город. В нем на протяжении многих веков проживают люди, которые принадлежат к различным конфессиям, традиционным конфессиям в нашей стране. И при таком многоконфессиональном многообразии в городе – конфессиональный мир и согласие. Александр Румак лично знакомится с работой каждой из конфессий. Первая остановка – костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Уникальный памятник неоготической архитектуры. Гостя знакомят с интересной и богатой историей обители. Еврейский дворик – следующая локация. На днях музей под открытым небом отметил второй день рождения. В 2019-м он принял первых паломников. Посещения исчисляются тысячами. Заглядывают и в синагогу. По поводу посещения, можно здесь, как слово прихожан, это предел 2-2,5 тысяч, если разобрать в единице, скажем так. А если говорить об общей посещаемости, может дойти до 15 тысяч человек в течение года. Это большой акцент на туристов, на лекции, которые здесь проводятся. Центр Покрова встречает делегацию. Здесь помогают семьям, беременным женщинам, детям, инвалидам. Добрые дела всегда поддерживает православная церковь. Стоит отметить, в Бобруйске большое внимание уделяет духовному воспитанию молодежи. В каждом приходе есть своя воскресная школа. Сейчас каникулы, дети отдыхают. Но у нас также в церкви есть лагерь, дружба, летний лагерь в районе Каменки, под Бобруйском находится, в лесу, в красивом месте. И там у нас несколько смен, примерно 80 детей занимаются. Монастырь святых жен Мироносец. Вниманием обойти, но никак нельзя. Открыт он в самом сердце Старого Бобруйска, на территории крепости в 2008-м. Раньше на этом месте были руины, теперь идет активная застройка. Сейчас все силы брошены на возведение храма святого Александра Невского. Работы приближаются к финалу. Монастырь – это административные и жилые помещения. Здесь же два храма. В будущем обитель превратится в целостный архитектурный ансамбль. В планах создать монашеский корпус, мастерские и духовно-просветительский центр. Завершается визит в Каменке. В здешнем доме-интернате воспитывают постояльцев не только физически, но и духовно. К слову, в нашей стране проживают представители 156 национальностей. В Бобруйске большинство общин православные. Их 28. В масштабах всей области почти 300. Карина Гуревич и Максим Галеонко. Итоги недели. Предотвратить трагедию. В Бобруйске усилили контроль за безопасностью несовершеннолетних на дорогах. По всей республике проходит акция «Берегите детей». Завершится она 18 августа. 34 ДТП. Два ребенка погибли, 40 пострадали. Статистика с начала года, и это только по Могилевской области. ГАИ напоминает, малышей до 5 лет необходимо перевозить в специальных автокреслах. Для детей до 12 следует приобрести бустеры или специальные подушки для сидения. Нельзя оставлять без внимания дорожную безопасность юных пешеходов и велосипедистов. С начала года в области, включая 7 детей-пешеходов, регистрировано 9 аварий. 9 несовершеннолетних получили травмы. В 6 ДТП пострадали дети-велосипедисты. По вине детей произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. 4 факта по вине детей-велосипедистов, 3 по вине пешеходов. Не лишним будет рассказать детям о безопасном поведении на дороге, а лучше показать личным примером. Не следует оставлять их без присмотра возле проезжей части. В темное время суток у ребенка должен быть фликер. Эти простые правила помогут сохранить здоровье вашего чада. Допуск к движению, билет на поезд и мобильная связь. В Беларуси и Россия договорились о снижении стоимости роуминга. С какого числа и на сколько? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Материальную помощь при подготовке к новому учебному году получат почти 100 тысяч семей, в частности те, которые воспитывают троих и более детей. Для этого нужно обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите. Доход родителей на это никак не влияет. Максимальный размер выплат на каждого школьника практически 82 рубля. Но конкретный размер пособий определяют местные советы депутатов. В Беларуси и Россия сделали еще один шаг на пути к интеграции. Вопрос о снижении стоимости и отмене роуминга окончательно решен. Но введение вступит в силу с 1 сентября. Так, цена входящих и исходящих звонков снизится почти в 10 раз. Подешевеет и отправка СМС-сообщений. В высших учебных заведениях Беларуси объявили о зачислении новых студентов как на бюджетное, так и на платное обучение. Сегодня более 55 тысяч абитуриентов официально стали первокурсниками. В ведущих вузах страны, к слову, максимальный конкурс в текущем году составил 12 человек на место. Это касается БГУ, специальность дизайн, факультета социокультурных коммуникаций. В законную силу вступили изменения тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа в пределах страны. Стоимость билетов увеличится в среднем на 5-15%. Цена будет зависеть от расстояния и класса поезда. Подробную информацию можно узнать на сайте БелЖД. В Беларуси более миллиона автомобилей прошли техосмотр с начала года. Цифры значительно превышают результаты предыдущего периода. В 2020-м их около 700 тысяч. Напомним, легковой транспорт, используемый в коммерческих перевозках пассажиров, должен получать разрешение раз в 6 месяцев. Машинам старше 10 лет необходимо допускаться каждые 12 месяцев, а более молодым – раз в 2 года. Приему учеников все готово. В Абруйской школе зря времени летом не теряли. Одни красили, другие оборудования устанавливали, а третьи обзавелись современным спортивным комплексом. Но больше остальных День знаний ждут жители 7-го микрорайона. Там в своей двери распахнет новое учреждение образования, рассчитанное на 1020 учеников. На каком этапе строительства и какие факультативы ждут ребят, разбиралась Ольга Васенда. Все время, пока ученики отдыхают на каникулах, двери третьей гимназии не закрываются. Летом работы много. Где-то починить, подкрасить – всегда есть чем заняться. В этот раз ремонт косметический. Установили 11 новых дверей, покрасили фасад, выбрали нежно-розовый тон, укатали школьный двор в новый асфальт. Большая работа проведена нашими шефами. Если посчитать деньгами, то мы вложили в наш ремонт, в гимназию, примерно 23 тысячи. В нем бюджетное средство. Мы практически все акты подписаны, и мы готовы встречать нашим лицам. Проведен очень большой объем работы. Новый спортивный комплекс – сюрприз для гимназистов. Спасибо заводу тракторных деталей и агрегатов. Он универсальный. Все под боком. Силовые снаряды, прыжковая яма, трибуна для болельщиков. Вместимость – 30 человек. Это не просто подарок, а решение проблемы. Раньше уроки проводили на стадионе «Славянка». Теперь для занятий физкультурой нужно всего лишь выйти из дверей школы. Спортивная площадка позволяет заниматься четырьмя игровыми видами спорта – мини-футболом, гандболом, волейболом и баскетболом. Ее размер – 31 на 19. Комплекс возвели за полтора месяца. Готовится к новому учебному году и вторая школа. 660 детей сядут за парты 1 сентября. Здесь обновили учебные классы, игровую площадку на улице. Закупили музыкальную аппаратуру. Любителей почитать ждут библиотеки. Она пополнилась новыми изданиями. За это лето проделана большая кропотливая работа по ремонту учреждения. Школа готова принять своих учеников уже сегодня. И мы с нетерпением ждем и наших детей, и законных представителей 1 сентября на торжественную линейку. Все школы города готовы принимать учеников. Таковы итоги проверки. 34 учебных заведения будут работать в новом учебном году. Инспектировали буквально все. Начиная от спортивного инвентаря до благоустройства территории. Особое внимание, безопасности, замечаний нет. Значимым событием 2021 года станет открытие с 1 сентября средней школы номер 35 на 1020 сме с бассейном. В настоящий момент проводятся работы по укомплектованию учреждения образования кадрами и, соответственно, учащимися. Новый учебный год внесет коррективы и в школьную программу. Так введут новую должность руководитель по военно-патриотическому воспитанию. В пятых-шестых классах появится факультатив по духовно-нравственному развитию. Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Полосатая плантация. В Кировском районе собирают арбузы. Больше 40 тонн уже отгрузили в магазины. В хозяйстве расцвет налегают на Бокчевы второй год подряд. Это единственная организация во всей Могилевской области, которая реализует их в промышленных масштабах. Какая на вкус белорусская ягода, расскажем прямо сейчас. Дмитрий Чеканов три года назад сделал крутой поворот своей жизни. Уехал из города ради сельских красот. Спустя время признается, ни о чем не жалеет. Работает в хозяйстве расцвет. Садоводом. Должность сладкая во всех смыслах. Собирает яблоки, черешню, вишню. Настал черед и арбузов. Трудится по восемь часов в день. Коллектив нравится, начальство нравится, нравятся отношения. И в коллективе, и начальство коллективу. Здесь все понимают друг друга. Полным ходом в хозяйстве идут работы. С пяти гектаров собрали больше 40 тонн. Практически половина от плана. Бокчевые здесь выращивают второй год подряд. Результатами довольны. В мае высадили около 30 тысяч присадок. Семена турецкие. Средний вес расцветовского арбуза – 7-8 килограмм. Самого крупного – 12. На складе полосатые ягоды не залеживаются. Сразу после сборов отправляются на прилавки магазинов. Арбузы можно приобрести на рынках Бобруйска и Могилева. Есть они и в столице. 99 копеек – цена килограмма в рознице. Для сравнения, другие бокчевые обойдутся от 1 до 1,5 рублей. Формула богатого урожая – специальное оборудование. Плюс благоприятные погодные условия. И, конечно, огромный человеческий труд. В прошлом году мы закупили необходимую технику для посадки арбузов. Из бонд-бонд укрытия специальный агрегат. И посадочная машина. Рассадо-посадочная машина. Потому что мы рассаду выращиваем в теплице. А сюда уже мы рассаживаем рассаду. СПК «Рассвет» крупнейший в области. Численность – около 900 человек. Выращивают хлеб, черную смородину. В теплицах – огурцы и томаты. В открытый грунт – капусту, лук, сахарную свеклу и картофель. В 2020-м посадили грецкий орех. На площади – в 9 гектаров. Первый урожай планируют увидеть через 4 года. Карина Гуревич и Максим Галеонко. Итоги недели. Чемпионат по очистке креветок, летний зной и меси в ПСЖ. Аргентинец провел первую тренировку в составе парижан, что стало ключевым фактором при переходе. Далее – обзор громких мировых заголовков. Боевики движения «Талибан» взяли под свой контроль город Газни – административный центр в центральной части Афганистана. Они утверждают, что под их контролем находится уже 85% территории страны. Менее чем за неделю захвачены столицы 10 из 34 провинций. Дальше – курс на Кабул. Также освобождены заключенные в тюрьме Кандагара. Цель одна – вновь превратить республику в Исламский Эмират, которым она была с 1996 по 2001. В Воронеже взорвался автобус. Инцидент случился на остановке в центре города, недалеко от одного из самых больших торговых объектов. Первую помощь пострадавшим оказали прохожие. Основная версия – неисправность технического оборудования. В результате происшествия погибли два человека. Всего к медикам обратились более 20 пострадавших. Под влиянием африканского антициклона «Люцифер» Италия переживает затяжной период аномальной жары. Во многих городах температура превышает 40 градусов. В среду была зафиксирована максимальная температура воздуха в Европе с 1977 – 48,8. Из-за засушливой погоды особенно активно распространяются лесные пожары, жертвами которых стали по меньшей мере пять человек. Такая жара, по прогнозам, продержится как минимум до 15 августа. Лионель Месси официально перешел во французский клуб «Пари Сен-Жермен». Возможность снова играть с экс-нападающим Барселоной Неймаром стала одним из ключевых факторов при подписании контракта. Фанаты ПСЖ устроили аргентинцу по-настоящему теплый прием. К слову, футболист становился обладателем Кубка европейских чемпионов аж четыре раза в составе родной команды, которой посвятил 21 год своей карьеры. Скорость, концентрация внимания и точность ювелира. Во Франции состоялся 16-й чемпионат по очистке креветок. Традиционное соревнование проходит ежегодно на севере страны. Участие в нем приняли 60 человек. Каждому выдали 125 граммов морского рака. Обработать их нужно было за 10 минут. Лучше всех справилась с этой задачей представительница Бельгии. Вес очищенных ею продуктов составил 116 граммов. Титул чемпионки она завоевала уже в третий по счету раз. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, новые итоги. Новая неделя, новая неделя, новая неделя.